Оставаться в строю, помогать другим и трудиться на благо общества. Под таким лозунгом состоялось заседание Совета Городской Организации Белорусского Общественного Объединения Ветеранов. На мероприятие подвели итоги работы за прошедший год и поставили стратегические задачи на новый. Владимир Городнюк продолжит. Городская Организация Белорусского Общественного Объединения Ветеранов является одной из самых многочисленных в Пинске. И это одно из активных и влиятельных общественных формирований. Сегодня в его рядах состоит около 37 тысяч человек – ветеранов войны и труда. Помимо обладания большим общественным и кадровым потенциалом, организация оперативно решает на практике все вопросы, определенные Уставом Общественного Объединения. Особо успешным в этом отношении стал минувший год, по итогам которого городская организация была признана лучшей в Брестской области. Мы к этому шли практически 20 лет и мы добились, доказали, что Пинская городская организация ведущая и является флагманом Брестской областной организации ветеранов. Поэтому к нам приезжают делегации из Бреста, с Барановичи, с Кобрина были, с Брестского района, с Ивацевичи и другие. Не говоря уже о международных организациях с Санкт-Петербурга, с Москвы, на Севастополе, с Калининграда и так далее. Николай Егоров выделил ряд первичек, получивших признание как на уровне области, так и города. В их числе одна из старейших – ветеранская первичная организация холдинговой компании «Пинскдрев», которая не так давно отметила свое 60-летие. преуспели в своей деятельности и первички пинского пограничного отряда, автобусного парка, предприятия Полесье и ряд других. Этот год был у нас юбилейный год и мы отметили, во-первых, 30-летие создания Белорусского общественного объединения ветеранов и все первичные ветеранские организации города, а у нас 148 первичек, 37 тысяч пенсионеров. Мы отметили эту славную дату. Ну и также юбилейный год, то, что мы в этом году отметили, 920-летие города Пинска. Ну и великая дата для нашего старшего поколения – это столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Всяческая поддержка ветеранов, проведение культурно-массовых мероприятий, в числе которых экскурсии, встречи и, конечно же, патриотическое воспитание молодежи. Такого направления работы придерживается каждая из выделенных городских первичек. Совет ветеранов военно-морского флота Пинска, к примеру, намерен поздравить 28 ювеляров. И это не единственная задача, стоящая перед первичкой моряков. Нас волнует работа по ветеранам. Почему? Потому что особенность, допустим, нашей организации. Из 149 человек, 119 человек – это 80% в возрасте от 60 до 92 лет даже. И поэтому мы ведем задачу, чтобы помочь ветеранам, помочь, значит, вот, семьям. Свои силы, говорит Владимир Бесултанов, ветераны, моряки и их коллеги из других первичек, готовы приложить, приняв участие в предстоящем, важном для жизни страны, общественно-политическом процессе, выборах в местные советы депутатов. Есть и другие планы в наступившем году. Вот говорят, что только петротическое воспитание, но здесь вопрос состоит и трудового воспитания, и профессионального воспитания, потому что молодежи сейчас на них хватает этого. Поэтому мы видим свою задачу ветеранов в том, чтобы не только про какой-то боевой путь какой-то рассказывать, но и просто как трудиться, как сделать так, чтобы наш город, наши предприятия, они были более в таком позитивном плане настроены. В новом году Пинское ветеранское движение намерено также высоко держать взятую планку и совершенствовать свою работу. В том, что удалось достичь такого высокого уровня, есть, по признанию Николая Егорова, и немалая заслуга социальных партнеров, городского исполнительного и профсоюзного комитетов, совета депутатов и ряда других организаций и структур.